Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр и вы на моем канале Жизнь без дублей. Сегодня хочу сделать две полезные вещи. Первое, рассказать вам, что такое бактус, показать как его носить и разыграть два бактуса. Так как на моем канале много добрых людей собрались, периодически я получаю посылки от своих подписчиков. И вот буквально на днях я ездила на почту и получила посылку из Иркутска с озером Байкал, Инна прислала мне два бактуса. Она их вяжет, у нее есть профиль в инстаграме и кому понравятся бактусы от Инны, про которые я сегодня буду рассказывать, могут перейти в ее профиль в инстаграм и заказать себе такие же, ну или посмотреть поподробнее какие еще модели у нее есть. И кроме бактусов Инна вяжет еще очень симпатичные детские игрушки, тоже крючком, спицами, ну в общем разными способами. Честно скажу вам, что до того, как Инна прислала мне эти бактусы, я вообще не знала, что такое существует в природе. То есть я не знала слово бактус до момента появления вот этих бактусов в моей жизни. И я как человек интересующийся сразу стала изучать вопрос, перешла в интернет и стала смотреть, что же такое бактус. Значит бактус к нам пришел из Норвегии, издревле, там, ну считается, что из Норвегии, носили такие вязаные косынки. Ну по сути бактус это что-то среднее между шалью, косынкой. И это, как правило, вязаное изделие. Вяжутся они определенным образом с центральной линией. Вот видите, здесь есть центральная линия у этого бактуса. И существуют разные способы их ношения. Поскольку вы знаете, что я сама по себе обожаю платки и ношу платки, то опять же, изучив в интернете, как носят бактусы, хочу вам продемонстрировать несколько способов. Но так как бактус это, по сути, косынка, как мы с вами выяснили, то покажу вам несколько способов ношения косынок. Первый – это мы загибаем его сверху, вот видите, для того, чтобы он хорошо лежал около лица. И далее концы у нас практически одинаковые, но один чуть длиннее. Это важно, потому что мы именно им будем оборачиваться. Далее мы завязываем вот так вот вокруг. Здесь подправляем, как мы обычно делаем с платками, для того чтобы создать объем дополнительный на голове. И переводим эту часть сюда. Здесь нам нужно у лица получить достаточно плотную конструкцию. Переводим сюда и кончик заправляем. Вот, видите. Таким образом у нас все ровно распределилось. И вот эту часть мы можем красиво разложить. Первый способ. Вдумально, любовавшись собой первым способом, мы его раскручиваем и продолжаем. Второй способ покажу вам ношение. Чаще всего бактусы носят на шее. Его можно носить и зимой, и осенью, и весной, и летом, потому что их из хлопка вяжут и еще один способ. Будем носить бактус под верхнюю одежду или наоборот в качестве украшения, но в данном случае вот моей водолазки, например, как аксессуар. То есть складываем его вот так петлей по центру, перекидываем, перекидываем здесь концы. И обычно, когда мы носим платки, мы вот эти концы завязываем с вами вот здесь. В данном случае, если мы так поступим, у нас получится здесь очень большой объем. Если мы хотим избежать этого объема, да, для куртки, например, или для пальто этот объем хорошо, а для водолазки, согласитесь, ну, он лишний. Вот чтобы не получить этот объем, но получить вот такую конструкцию, мы эти концы заправляем вот с этой стороны. Один конец и второй конец. Таким образом, у нас объем тут уменьшается, у лица получается пространство, да, как бы как хомут такой. Концы не мешают, мы их собираем в центр, бактус расправляем. И чаще всего, ну, достаточно часто, бактусы, ну, как я наблюдала из моих сейчас путешествий по интернету, вяжут именно из пряжи, который имеет цветовой переход. То есть, вот вы видите бактус, который связала Инна на мне, да, он переходит от темно-фиолетового цвета вообще к светло-желтому. И чаще всего именно такая подбирается пряжа, которая уже специально так прокрашена, и бактусы вяжутся таким образом. Вот, например, на этом голубом бактусе то же самое видно. Поэтому, когда мы носим его вот таким образом, очень красиво видны эти цветовые переходы, потому что, согласитесь, когда я завязывала его на голове, мы всей красоты бактусы не видели. Вот, а в таком варианте исполнения нам его видно. И напоминаю вам, что сейчас в конце этого ролика будет розыгрыш вот этих двух бактусов. Я вам напишу, как поучаствовать в этом розыгрыше, и вполне возможно, что один из них станет скоро вашим. Продолжаем. Третий способ будет прекрасно использовать, например, с каким-то плащом, летним пальто, или с пальто, у которого нет воротника, да, либо также вот на, например, офисной одежде, или вот на той же водолазке, что у меня, который тоже, мне кажется, будет прекрасно сочетаться. Значит, для этого мы делаем по центру угол, дальше нашу посылочку, наш бактус выравниваем, и вот эти концы перекручиваем один об другой. Вот, закрутили, и сам кончик убрали обратно, вот, видите, туда его заправили, чтобы он не висел. То же самое мы поступаем с этим концом. И кончик, так же я, видите, заправляю, чтобы он не висел. Вот, у нас получилось вот такое, как колье тут. Вот, и это колье мы, брюки превращаются. Так, вот здесь у нас колье, тут у нас красиво мы раскладываем, и на одно плечо у нас висает наш бактус. Правда? Шаловливо и красиво. Вот такой способ, который я вам показала. Третий. Еще один способ, когда мы можем наш бактус превратить в блузку. Четвертый способ, бактус превращается в блузку. Поскольку бактус это вязаный платок, и, как правило, он ажурный, то он очень хорошо, он платок-трансформер, он прекрасно тянется, ложится по плечам, да, ложится по вашей фигуре, поэтому мы можем с ним пофантазировать. И, как правило, углы у него достаточно длинные, то есть это такая косынка с длинными углами. Поэтому накидываем на плечи, и концы завязываем под углом на спине. Причем завязываем их, видите, ну, как бы мелкими такими кончиками. Вот я раз и завязала два раза. Потом вот здесь мы расправляем. Вот так у нас получается. Такой желоблиный хвостик. Вот. И у нас получился совершенно другой стиль. Вроде и плечам тепло, вроде и кофточка заиграла другими красками, да. Ну и, конечно, для того, чтобы ваш бактус действительно выгодно подчеркивал ваш стиль. Ну, как правило, бактусы, мне кажется, используют больше в стиле Боха. Вот. То обязательно подбирайте, чтобы цветовая гамма одежды совпадала с цветовой гаммой бактуса. Да. Вот в данном случае у меня, например, даже цвет помады совпал с оранжевым цветом на бактусе. И цвет моей оливковой водолазки совпадает с цветами, да, хорошо сочетается с фиолетовым и желтым, и с коралловым на бактусе. Поэтому, мне кажется, все вместе получилось очень органично. И еще один. В самом начале я платок завязывала четко к лицу, да, и мы, наоборот, его натягивали, получали форму, получали четкий овал. То сейчас мы сделаем мягкий овал, завязав платок как шаль на голову. Точно так же я подворачиваю низ, видите, здесь вы можете подворачивать, чем больше вы подвернете, тем меньше у вас получится складок у него потом в итоге. Теперь я опять же приподнимаю вот эту часть немножко, для того, чтобы он не заваливался, не натягивался вот сюда, так как это некомфортно в носке. Одну часть завожу сюда, вторую часть перекручиваю на вокруг лица, вот видите, эта у меня осталась приподнятая, вот, и подворачиваю ее снизу. При этом, вот у нас овал остался свободным, то есть у нас, по сути, получилось как снуды сейчас носят, да. И вот эту, если мы в первом случае расправляли, то сейчас мы, наоборот, ее убираем назад. Вот этот конец убираем назад, вот сюда. И у нас получается, вот, почти снуд, согласитесь. То есть здесь свободно, здесь свободно, здесь у нас красивая драпировка. И тоже можно сверху пальто, прям сверху воротника надрапировать, да. Ну, в помещении, понятно, такое ходить вряд ли будешь, но мне кажется, что для драпировок, как верхняя одежда, очень интересный вариант получается. Ну и еще один вариант, по-моему, это уже шестой, превратим бактус в юбку. Ну, если вы пришли в бактусе на какую-нибудь вечеринку, и он у вас был на голове, то перед зажигательными танцами бактус превращается в набедренную повязку. И начинает весело зажигать и танцевать. Ну и опять же, надо не забывать о том, что вообще-то косылка в традициях многих народов, в том числе и русских, является оберегом для женщин. Потому что она своим треугольником оберегает женские энергии, помогает им подниматься от земли и отдавать нам их в мир. Ну, вот такая вот история бактуса и способы его ношения. Я еще не прощаюсь с вами, я же вам обещала разыграть два бактуса. И в этом выпуске мы с вами разыгрываем эти два бактуса. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше и совершенно бесплатно получить от меня один или второй бактус, который связала Инна, координаты которой я даю в описании к этому выпуску, вам необходимо выполнить три условия. Всего три условия и этот бактус ваш. Первое. Быть подписчиком моего канала. Ну, согласитесь, что это совсем просто. Я думаю, большинство из вас именно таковыми и являются. Да, что вам огромное спасибо. Второе. Быть подписчиком моего Инстаграма. Вот на него ссылочка. И также она есть в описании к видео. Ну, я думаю, что многие из вас уже и там подписались. Кто не подписался, торопитесь подписаться. Там я выкладываю другую полезную информацию. И третье условие, конечно же, оставить комментарий к этому выпуску, в котором обязательно написать либо ваш Инстаграм, либо как вас зовут ВКонтакте, либо как вас зовут в Фейсбуке, для чего это нужно. Для того, чтобы когда вы выиграете бактус, я вообще знала, как с вами связаться. А то иначе, как я узнаю, что вы участвовали в розыгрыше. Соответственно, все те, кто выполнит эти три условия и оставит обязательно свои комментарии, обязательно в ВКонтакте. Первого февраля, в прямом эфире, то бишь в стриме, в 8 часов вечера, мы проведем розыгрыш этих двух бактусов. И методом случайных чисел в прямом эфире на экране вы увидите, кто же из комментаторов, из тех, кто оставил комментарий, выиграет эти чудесные бактусы. Их два. Ну, это, в общем, все, что я вам хотела сегодня сказать. Ну, два бактуса, наверное, перебор, так носить не надо. С вами была Таша Муляр. Большое спасибо Ине за такие чудесные подарки, которыми я щедро поделюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч. Не бойтесь экспериментировать и всегда живите с юмором. Люблю вас. Субтитры подогнал «Симон»